Кремлевская елка в Караганде. Лучшее новогоднее цирковое шоу покажут жителям шахтерской столицы. Программа насыщена номерами дрессуры. На манеже – тигры, медведи, собаки и пони. Чем еще удивляют зрителей, видела и наша съемочная группа. Этот номер на цирковом сленге называется «Бамбук». Вообще же это одно из сложнейших направлений воздушной гимнастики. Металлическая конструкция, на которой выступают артисты, всегда находится в подвижном состоянии. И практически каждый выполненный трюк является рискованным для жизни. Николай Богданов со своими подопечными объездил полмира. Раньше был гимнастом, теперь занимается дрессурой собак. В общем, уже почти 30 лет работает на манеже. Все номера готовил сам. Буквально 7 месяцев начинает заниматься собаками для выступления. В итоге на арене они работают в тандеме. Учу один трюк, пока привыкнет, смотрю – поймала. Начинаю второй разрабатывать. Потом так, так, так. И в комплексе потом. Очередность. Ромышки хорошие, походите. Приехавшая в Караганду труппу практически полностью состоит из представителей цирковых династий. Семья Герасимовых не раз была на различных престижных фестивалях. Их номера отмечены золотой наградой в Италии, бронзовой в Париже и серебряным медведем в Москве. Мы артисты Герасимовы. Семья, сын, заслуженный артист России Николай Герасимов. Ну, как бы я родоначальник. Вот жена его и маленький внук. Сын сына, которому 4 годика. Все четверо мы работаем три номера. Этот питомец семьи Березенцевых запросто ходит на передних лапах и старается быстро и четко выполнять пожелания дрессировщика. Несмотря на юный возраст, душа у медведя цирковая. Хорошо работает и хорошо питается, рассказывают его хозяева. За день он запросто съедает килограммов 5 овощей, 20 литров каши, несколько десятков яиц и килограммы мясного лакомства. Мишка у нас молодой, ему всего лишь 3 годика. Но он уже делает очень много трюков. И самое главное, он податливый такой, скажем так. То есть ему не нужно по два раза повторять. Хищников в программе в этот раз предостаточно. С виду это грозное животное оказалось вполне ручным. Через горящие кольца здесь, конечно, никто не прыгает, однако удивляет диалог подопечного с дрессировщиком. В итоге выступление на манеже больше похоже на импровизацию. У нас не простой хищник весом в 200 с лишним килограмм. Это просто хищник, который работает на поводке, без клетки, без ограждения. То есть это уникальный номер. В принципе, он очень ручной, очень контактный код. И это уникальность сама по себе. В программе циркового шоу номера воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров и, конечно же, клоунские репризы. Игра со зрителем здесь поставлена на конвейер. Многим представили возможность почувствовать себя артистом цирка и выступить на манеже в составе сборного коллектива. Гастроли этого циркового шоу продлятся в Караганде до 14 января. Представления проходят только по выходным. Не пропустите. Антон Александров, Данил Тарасов, Николай Шевелев, 5 канал.